А что касается архивов ФСБ, то мы смогли работать только до прихода Путина. Как только пришел Путин, это во все архивы, и центральные, и самое главное, во все архивы региональные, пришли приказы архивы закрыть. Еще год и полтора по старым связям мы еще, ну, они рисковали. Через год пришел следующий приказ, категорически, иначе до увольнения. Так что теперь даже в государственные дела, которые переданы в государственные архивы, в некоторых городах, в Сарак, в Воронеже, в Твери, в Нижнем Новгороде, были переданы в определенное время в следственные дела. Сейчас в государственном архиве эта часть архива закрыта, и даже для родственников. Причем сейчас, когда он стал 22, или там 22, сейчас у нас можно смотреть дела только 75 лет. Причем до месяца, до смешного, вот наш приезжает в Тверской государственный архив, и пытается поднять дело, 75 лет уже прошло. И это государственный архив. Но месяц не совпадает. Какого момента? 65 лет? При Путине. Нет, нет, нет. С момента репрессий. С момента, вот, как дело? Вот дело, только вы должны пройти 75 лет. Причем 75 лет, до допустим его тупость. Вот до месяца. Вот если это дело было открыто, предположим, в январе, а человек приехал, понятно, да, в другой город, командировка, приехал не в январе, а в феврале, как бы, да? На воротах. На воротах. Да, чуть раньше, извините, чуть раньше. Нет, не дадут. Я знакомлю от Сану. Нет, не дадут. Все за знакомств не дают. Нету еще 75 лет. Вот сейчас до такого мороза. Это уже все-таки, вот, меня интересует, а почему вы думаете, что вы не даете все свои дела? В чем дело? Да потому что у нас ГВ-шное государство. Почему? Верхушка, только поевшка. Почему? Потому что у нас наверху ГВ-шники, только поэтому. Когда не было ГВ-шников, мы могли работать. Ну, то есть ясно, значит, да, все-таки непонятно, что у нас есть у нас во главе, везде. И возглавляет ГВ-шник. Понятно? Ассоциативу, и весы. Ассоциативу.